Здравствуйте! Вы смотрите «Вечер вместе», я Иван Грещук. Сегодня у нас в гостях доктор фармацевтических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы, завкафедрой фармацевтической химии и фармацевтической технологии фармацевтического факультета ВГУ Алексей Сливкин. Алексей Иванович, здравствуйте! Добрый день! И сотрудники кафедры Ольга Тринеева, доктор фармацевтических наук, профессор, заместитель декана по учебной работе и Юлия Полковникова, доктор фармацевтических наук, доцент, заместитель декана по научной работе. Юлия Александровна, здравствуйте! В 2023 году кафедра отметила 25-летие, четверть века, серьезная дата. Алексей Иванович, вы стояли у истоков кафедры. Более того, насколько я знаю, кафедра началась с лаборатории. Сначала была лаборатория. И еще за несколько лет до создания кафедры начал формироваться, собственно, факультет, наверное, и сама кафедра. Расскажите кратко, как все начиналось, а главное, наверное, что изменилось за четверть века? Появление специальности фармации в нашем городе связано с тем, что в начале 90-х годов государством отменено было такое явление, как распределение молодых специалистов. Молодые специалисты, работающие в фармацевтической отрасли и в аптеках города Воронежа, Воронежской области, а также Липецкой, Орловской, Белгородской, перестали к нам ехать. Во-первых, было время тревожное. Родители не пускали детей в чужие города, а потом им не было гарантировано место трудоустройства, жилье и так далее, подъемное и так далее. И, конечно, стала ощущаться нехватка молодых кадров фармацевтических в Воронеже, в Воронежской области, в Липецкой области, соседней, ближайшей, и, конечно, и в Белгородской области, и Орловской области. Естественно, это связано было именно с явлением отмены вот этого системы распределения молодых специалистов. Кроме того, резко было сокращено количество бюджетных мест на фармацевтические факультеты страны. В частности, вот ближайший факультет был в Курске, там был набор большой, очень серьезный в советское время, 400-500 человек в год, а потом сократили до 70. Таким образом, по всей стране. И, естественно, общаясь с аптечными работниками, поскольку я работал всегда в области науки, связанными с темой, связанной по созданию, исследованию, стандартизации лекарственных средств со студенческих лет, и, естественно, они выражать стали такую тревожность, что у нас не хватает специалистов. Уходят люди на пенсию, заменить неким. Ну и пришла такая мысль, а почему бы не открыть эту специальность в городе Воронеже, именно в Воронежском государственном университете? Поскольку эта специальность связана с освоением большого количества и медицинских дисциплин, и направления медицинского, конечно, мы не могли обойтись вначале без нашей известной медицинской академии. Так она называлась Воронежская государственная медицинская академия имени Борденко, Николая Ивановича Борденко. Ну и, естественно, мы совместно так вот начали работу по подготовке, открытие специальности, и открыли ее в 93-м году. Несколько лет до получения первоначальной такой временной лицензии до 1998 года у нас набор был только иностранцев. Это граждане Марокко, граждане Ливана, граждане Сирии, граждане Египта, граждане Туниса. Но не все из них разъехались потом? Кто-то остался работать в регионе? Я скажу еще, в основном, особенно сирийцы, они потом вернулись из Сирии, когда там началась война, и работают здесь, и в Воронежской области. Ну а в 98-м году, когда уже мы соответствующим образом организовали и учебный процесс в соответствии со СНИПами, и набор у нас был, и был первый выпуск уже иностранных граждан, были первые наши выпускники, это 25 граждан, ребят, все мужчины из Сирии. Они уже отслужили в армии, учиться им было тяжеловато, конечно, но они старались, очень старались, и все успешно закончили факультет. Дипломные работы они выполняли и на нашем факультете, и на медико-биологическом факультете, и на физическом факультете. Вот такая вот кооперация была интересная. Первый набор российских студентов был тоже в 1998 году, и я привлекал к работе, нужно было формировать же преподавательский состав, не просто, поскольку фармацевтических кадров, специально подготовленных для педагогики, у нас не было. Мне пришлось брать людей с химического, медико-биологического факультета, ученых и педагогов, научная работа, которая была связана с исследованием в области здравоохранения или исследования лекарственных средств, а также аптечных работников, имеющих профильное образование. Сегодня кафедр, все-таки хочется больше поговорить о современном этапе, вот это современное учебное, научное пространство, наверное, можно так сказать. Вот, Ольга Валерьевна, наверное, к вам адресую этот вопрос. С какими вызовами сегодня сталкиваются научные сотрудники кафедры, и что вызывает наибольший интерес у студентов? Вызовы в первую очередь у нас, конечно, сейчас обусловлены, скажем так, общей, наверное, геополитической ситуацией, в результате которой фармацевтическая промышленность вообще в целом в Российской Федерации, скажем так, потребовала от своих ученых, от российских ученых создания и быстрого, причем создания своих фармацевтических субстанций, разработки своих лекарственных препаратов. То есть возникла проблема импортозамещения и, собственно, возрождения фармацевтической промышленности в целом. Поэтому это, наверное, основной вызов сегодня не только для нашей кафедры, но и вообще для всех фармацевтических вузов страны. Вот поэтому все наши усилия в настоящее время и студенчество у нас очень интересуются вот именно фундаментальными исследованиями. То есть они также понимают значимость вот этой проблемы сегодня и очень хотят внести вклад свой, посильный, естественно, вот в возможный поиск, да, разработку способов синтеза, разработку получения новых лекарственных форм, в том числе и растительного происхождения для возрождения собственной фармацевтической промышленности. Ну, какого-то конкретного направления выделить сложно, да, наверное, это общая такая научная работа. Ну, это проблема, наверное, да, общероссийская сейчас. Ну, вот в частности, на нашей кафедре есть такое направление, где мы работаем вот именно по поиску и созданию новых лекарственных растительных препаратов, растительного происхождения, соответственно, возрождение сырьевой базы Российской Федерации для, опять же, культивирования собственного сырья на своих собственных плантациях, опять же, в рамках всей той же проблемы импортозамещения. То есть еще и этой деятельностью тоже ваши студенты и научные сотрудники занимаются. Да. Последние годы особый научный интерес связан с лечением, профилактикой, как мне кажется, вирусных заболеваний, да, по понятным причинам. Работают ли сотрудники кафедры в этом направлении сегодня? Может быть, есть даже какие-то успехи? Как такового направления именно разработки лекарственных препаратов с противовирусной активностью у нас нет. Но наши сотрудники, сотрудники нашей кафедры ведут исследования по разработке лекарственных препаратов растительного происхождения. И, как мы все знаем, что у одного и того же растительного объекта несколько видов фармакологической активности. Проводятся скрининговые исследования. И, да, у нас проведены разработки такие. И у одного из сырья обнаружены инвива, инвитро мы проводили исследования, именно противовирусной активности. Пока на стадии мы разработки. Но при этом у факультета большое количество и патентов, большое количество научных публикаций, что понятно и что нормально для любого вуза, если говорить о ваших патентах, о том, что уже применяется, что уже работает. Я попрошу не называть конкретно, естественно, коммерческие наименования, но в общих чертах, если это возможно, опишите то, чем кафедра помогла в целом фармацевтике за историю своего существования. У нас есть коллеги и ведущие медицинский вуз страны, Сеченовский университет. Это медицинский государственный университет имени Сеченова, Московский. Мы с ними работаем в тесном контакте в области методической, учебной работы и научной, естественно, работы. И там есть диссертационные советы. Вот наши выпускники, наши воспитанники там в основном защищают свои кандидатские и докторские диссертации. И вообще-то бренд хороший, когда в ведущем вузе страны, в ученом совете, защищаются диссертации. Это знаковое дело. И мы пришли к выводу, что подготовка кандидатов и докторов наук, она необходима, потому что учебный процесс и наука у нас на факультете, да и они и должны быть, теснейшим образом связаны. Студенты не зря занимаются наукой. У нас мощное научно-студенческое общество. И несмотря на то, что у нас нет выпускных, дипломных работ, однако студенты наукой занимаются постоянно и получают за это премии, стипендии президента, стипендии правительства. Но в грантовых программах вы тоже активно участвуете? Активно участвуем в грантовых программах. Что касается научных кадров, значит, вот у нас за последние годы было защищено на моей кафедре 4 докторских диссертации. Причем эти докторантки, молодые мои ученицы, являются самыми молодыми докторантками в России по степени доктора фармацевтических наук. Я предполагаю, что две из них сегодня в студии. Две из них здесь. Ольга Валерьевна защитила докторскую в 2017 году. Юлия Александровна докторскую защитила в прошлом году. Именно в Сеченовском университете. С большим очень успехом. Ольга Валерьевна занимается растительными лекарственными средствами, маслами из растительного лекарственного сырья, в частности, облепихой. Эти масла известны и занимаемся мы не только растительными семенами, допустим, плодами, но и другими органами растений, в частности, листьями и даже стеблями. Оттуда можно извлечь тоже интересные вещества, которые обладают уникальными свойствами. В частности, вот на основе листьев из облепихи был создан препарат противовирусный, если вы уже проговорили, интереснейший. Далее Юлия Александровна работала и имеется тоже внедрение у них. У обеих есть и монографии изданные, и внедрение по докторским диссертациям. В частности, по разработке новых детских лекарственных форм. Это одна из проблем в нашем России, потому что новых и вообще детских лекарственных форм, очень мало предприятиям невыгодно, что ли, их изготавливать. И все время берут готовые лекарственные формы для взрослых, делят их на части и детям, в общем, назначают. Это не совсем верно. Это не совсем правильно, да. Так вот, у Юлии Александровны большая часть ее диссертационной работы была посвящена созданию детских лекарственных форм ноотропного действия для улучшения и большего развития когнитивных функций у ребенка, для того, чтобы он готовился в школу и уже в начальных классах учился. И эти препараты, сущности говоря, помогают. В общем-то, педиатры должны быть вам благодарны, да, наверное? Да, но есть и другие, конечно, исследования в области экологического состояния лекарственного растительного сырья. Еще одна молодая доктор наук Дьякова Нина Алексеевна, она как раз ее докторская диссертация, она тоже зачтилась в прошлом году, была посвящена, да и сейчас продолжает она работу в области исследования экологического состояния лекарственного растительного сырья в Воронежской области, в Ростовской области, для того, чтобы создать новую такую сырьевую базу растительного лекарственного сырья. А регион у нас благодарный вообще? Ну, разные есть места, где загрязненность есть разными микроэлементами, радионуклидами и другими веществами, тяжелыми металлами, но определены были места, где можно заготавливать лекарственное растительное сырье с успехом, без всевозможных опасностей для здоровья людей, ну и, естественно, потом его стандартизировать, перерабатывать и использовать. Но вот для того, чтобы внедрить в народное хозяйство или в медицину наши разработки, которые мы довели до определенного состояния, для этого нужна такая, вы знаете, длительная процедура тяжелых, очень дорогостоящих исследований. Вообще традиционно в любых медицинских вузах учеба на медицинских факультетах считается очень сложной, особенно сложно совмещать образовательную и научную деятельность, и еще и участвовать в общественной жизни, которая тоже на кафедре присутствует. И спортивной, и общественной, и волонтерской деятельности. В чем секрет? Ольга Валерьевна, Юлия Александровна, как молодые ученые, как я так понимаю, выпускники кафедры, расскажите, в чем секрет? Как удается студентам кафедры совмещать вот три таких огромных блока, оставаться в образовании, быть в науке, и еще при этом быть живым простым человеком, которому свойственны обычные радости жизни. Да, да, это есть. Вы знаете, мы привлекаем в науку студентов практически с первого курса, приглашаем их, проводим активные собрания по этому поводу. И они знают у нас, что, собственно, студенты, занимающиеся наукой, во-первых, им легче учиться, потому что со своим научным руководителем они начинают осваивать какой-то материал более рано, чем это делают другие. Их однокурсники, которые наукой не занимаются. Ну, замотивированы. Они замотивированы. Да, кроме мотивации, вот, собственно, на достижение каких-то таких результатов, мы весь коллектив факультета, не только нашей кафедры, обязательно поощряем студентов, которые занимаются научными исследованиями. У нас есть целая рейтинговая система оценки знаний, где мы, безусловно, вот за каждую научную публикацию, которая есть совместно у студента с его научным руководителем, определенные, он получает баллы на экзамене, то есть при сдаче промежуточной аттестации. Многие вот такие студенты у нас, которые наукой занимаются, в итоге получают практически все экзамены, сессии автоматами. Ввиду того, что у них большой задел по изучаемой дисциплине, и преподаватели, конечно же, идут им навстречу. Поэтому здесь получается совмещать, и даже вот интерес возникает у студентов в связи с этим. Юлия Александровна, остается ли время у ученого при написании диссертаций, при образовательном процессе, при научной деятельности, остается ли время на простые человеческие радости, на личную жизнь? Конечно, остается. Мы с Ольгой Валерьевной молодые мамы, Нина Алексеевна у нас тоже становится молодой мамой. Если ты любишь свое дело, свою профессию, то ты живешь с этой любовью, ты живешь с этим интересом, у тебя очень много энергии в данном направлении, и этой энергии хватает на все сферы своей деятельности. Я бы еще хотела добавить, что наши студенты занимаются наукой не только с первого курса, но и привлекаем к научной работе школьников. У нас есть в контингенте студентов те школьники, которые уже с восьмого класса занимаются у нас наукой. И с восьмого и шестого класса приходят. Они, у нас школьники работают по цепочке. Школьник, студент, ординатор и уже преподаватель. То есть уже со школьных лет они ходят по нашим лабораториям, они проводят исследования у нас на факультете, и они настолько вовлечены в нашу научную работу, что они, безусловно, поступают только к нам на факультет. Здорово. Мы с вами встречаемся в начале следующей 25-летки. Да. Кафедры. Да. Вот. Задел на будущее вы сегодня обозначили. Будем надеяться на то, что те проекты, которые создаются внутри кафедры, они будут реализовываться. Спасибо вам большое за беседу. Спасибо. Спасибо вам большое. Вы смотрели «Вечер вместе», я Иван Грещук. Все выпуски наших программ вы можете найти в интернете на нашем сайте www.tvdfizgubernia.ru Спасибо. 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 Продолжение следует...